Приехал я за щукой, ловить хочу ее на жерлице, ну и попробую, естественно, щавибы, балансиры. Сижу в палатке, расставил по темной 10 жерлиц, а сижу в палатке, потому что за бортом минус 26 градусов. Я даже не представляю, как я выгляжу, но здесь тепло в палатке, вроде бы кусок брезента, но он довольно-таки неплохо защищает от холода. Ну и поставил 10 жерлиц, живец у меня, платва, посмотрим, будет ли ловиться в такой мороз с щукой или нет. Так, ну вроде началось. Рассвело, и первая сработка идет. Хочется надеяться, только что камера не будет подводить сегодня. Крутит потихонечку. Я даже не знаю, стоит торопиться, нет. Четко, слабенько раскручивать. Лунки уже замерзли. Пожалуй, поборосли. Ну все, перестал крутить, наверное, бросил. Хотя, не, болен, не вырвал. Вырвал у нее изо рта. Да, плотвичка немножко пострадала. Торопился. Она заглатывала. Ладно. Первый брин-ком. Так. Через 10 минут еще одно сработчик. На самые мои высокие жерлицы. Тоже грустит чуть-чуть. Но очень громкий снег. Камера выключается постоянно. Не выдерживает она. За минус 20, наверное, сейчас. Что-то тащу. Что-то тащу. Что-то вырвало у меня леску. А вот кусками будет. Вот такая щучка попалась. Первая. Хорошая. Пойдет. Двойничок. Зацепился за самый край. Третья раздача на кайфер. Никакую не хочет работать. Записывает. Секунд 10. И вырубается. Здесь как-то. Все как будто бы слетело. Но щука сидит. Щука засеклась уже. Ага. Отошел к жерлице. Вытищил щуку. Все, что получается записать. Вот такая вот латвичка. Мой штаб. Как возьму там живца. Здесь хоть палатка теплее. Кан не промерзает, надо сказать. О! Палатка. Секретная жерлица стояла. А-а-а. Блин, а ведь. Торопился. Начал быстрее, быстрее вытаскивать. Думаю, ничего себе. В палатке жерлица стояла. Посмотрите, сработала. И вырвал у нее. Но здесь, где палатка стоит, совсем миляк. Остальные жерлицы где-то метр. На трех-четырех стоят. А здесь прям. Ну, метр, наверное. И здесь. Есть щука подо мной. Может быть, окунь. Вот такая у меня палатка самая дешевая. Из хищника. Райфер. Уже на чехле. После первого использования сломался замок. Ну, то есть. Все классно. Закрываем. Ищем корчатки. Погнали. Я на водоеме один. Дураков больше такой мороз. Нету. Только я. Так. Где у меня свежий жерец стоит? Который уже жерлица. Поднесла на щучку. Есть еще сработка. Бегу. 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 Рот уже не херелится. Все обмерзло. К еленям сажачьим. Прохладно. Обещали минус 13. По факту минус 26. Отлично. Просто шикарно. Не крутит. Не крутит. Подождем. Холостая. Тоже понес. Жерца грец палатку. И на самый дальний жерлица сработал. Я очень надеюсь, что это не холостая. Но ничего не просит. Тишина. Время. Неужели просто так сработка? Вот так далеко шел. Воснепрождение. Будет. Наверное, нет. Да. Пусто. Никого нет. Опять палаточная жерлица сработала. В этот раз там кто-то сопротивляется. Но я думаю, что все-таки окунь, наверное, добился своего. О. Либо небольшая щучка. Щучка. Вот так вот палатки прям ловится. Значит, и до этого она мне мозги пудрила. Так для развлечения пойдет. Так, давай, давай, кто холодно. Сейчас я тебя. Сейчас я тебя, блин. Как всегда. Так. Сейчас я тебя. Иди. А вымотал вот-то и сколько. Ну, вот еще в копилочку. Щучка. Только я залез в палатку. Хотел, но мучейка попью. Вроде затишье. Вычел эту маленькую щучку. Выглянул с палатки. И смотрю, опять загар. Я, конечно, не жалуюсь. То, что она берет, это просто отлично. Но хочется кофейки попить. Или чайку в чем-нибудь. Тух. Ну, и что мы? Горим. Пора бы уже что-нибудь поймать. Неужели опять бросил? Да? Просто так хожу бубню здесь. Вымотал прилично. Вот так порезала живца, живого места нет. Ну, почему-то не заглотила. Видно, что она его прям целиком брала, но не засеклась. Ладно. Ладно. Эта жерлица первый раз срабатывает. Хорошо, что хоть в разных местах клюет. Но вот самые мои, так сказать, которые на милих стоят, надо убирать. Так, еще одна сработка, и опять на глубине. Вот здесь стоят прижерлицы рядом. Они работают. Но уже какой раз щука бросает. Такая сверху, осторожнее. Хотя в этот раз она там сидит. Наверное, небольшая. По крайней мере, пока вообще не сопротивляется. Спокойно идет. Какая-то легенькая. Ага. Уперся в край лунки. Хоп. Пока. Ничего, в принципе. Можно сказать, зачетно. На грани. На грани. А тем временем у меня эта проблемка образовалась. Я пока со всеми этими щуками бегал. Ловил их. Бросил удочку. Бросил удочку. И она благополучно вмерзла. Вмерзла. Причем, вмерзла так, что и не достанешь. Но VIP я спасу. А удочку, наверное, придется сейчас рвать по-другому никак. Успел пару раз макнуть. А так все остальное время бегаю за жалюцами. В вертолетик вот полетел. Так. Ну что? О! Не. Смог. Без обрывов даже. Надо собирать. Нету возможности половить на удочку пока. Да и мороз такой. Шнур. Шнур здесь. Это полная ерунда. Нужна леска. Так. Из интересного, что почти последняя щука взяла на окуне. У меня его, в принципе, с собой полно. Но я всего одну жалюцу зарядил на окуне, так как, в принципе, не особо верю в него, как в живца. Но сейчас, наверное, поставлю еще на окушка. Может, она здесь привыкла именно им питаться. Я сейчас зарядил новую жалюцу. И она прям, пока я с той щукой возился, пеньком, на глазах сработала. И довольно-таки сильно крутит. Наверное, не буду в этот раз ждать. Попробую сразу подсечь. И это была моя ошибка. Надо ждать. Надо ждать. Не надо торопиться. Жалко. Ладно. Опять на глубине. На глубине. Когда же мне заняться переноской жерлиц? Я ничего не успеваю. Вроде бы работает две-три жерлица, но я даже с ними. Пока щуку освободишь. Пока то, пока сё. Никак. Никак. Надо тащить их сюда. Да. Сто тридцатые лунки превратились уже в сотые. Замерзает всё, как быстро. Так. Давайте искать окуня. Давайте искать окуня. если таковые ещё есть в живых. Карасики. Плотничка. Плотва. Так, ну ладно. Я её сейчас всё помнул. Поставим латвичку пока. Потом попадётся окушок. На другую жерлицу поставлю её. Сажаю за спину, потому что через рот что-то проблематично как-то. Пока для себя не определился, как мне больше нравится или как рыбе больше нравится. Клюёт и так, и так. Сходов тоже примерно, мне кажется, одинаковое количество. Ждать надо. А я тороплюсь себе. Так, ну что? Делаем вставки. В палатке сработало? Нет. Походу, как сиська баловалась одна. Наигралась она. О! Выпью я сегодня кофе. Наверное. Так, сработок нет? Нет, всё. До свидания. Даже такая дешёвая палатка это, конечно, вещь. Довольно-таки сильно выручает в ней тепло. Живец немножко хоть подольше может проживец. Так, надо его открыть. Стараюсь добавлять ему свежую воду. Чё-то всё равно он себя не очень хорошо чувствует. Тем более сейчас в обед, как обычно, начнётся ураган. Это стабильно. И в ней вообще будет хорошо. Но на улице явно потеплело. Сейчас может около 20-18. потеплее стало. ну, у меня в копилке сейчас три щуки и где-то 4-5 холостых сработок. В принципе, неплохо. Баловался я с вибом, подбирал глубину. Представляете? здесь. то есть я туды-сюды, туды-сюды, туды-сюды и на моих странных действиях клюнула щука. Лавлю без поводка, думаю, щупы с ней уже. так. Это что-то где-то что-то из-за спи. Не помню, что за виб. Ну, вот на такой небольшой виб в натуралке взяла. так. Риджи ВИП. Офигеть. Просто макал. Искал глубину. Это шикарно. Как бы это смешно или странно не звучало, но на виб это моя самая крупная щука. Я зимний рыбак в вот такая закилушка взяла на микроскопический виб. Прикольно. Моя комнатная жерлица опять вскрыта. Оба. Уже два часа все жерлицы молчат. около того. Так, ну, здесь она запуталась. Ага. Блин, ну, кто-то ж сидел вытащил. Вытащил из пасти вокруг стойки обмоталась. Держала во рту. Это окуневое место вообще. Я насаживаю специально маленькую платвичку, потому что, в принципе, рассчитываю поймать окуны. Хотя, хотя, даже не знаю, зачем он мне. Мотыля, как бы я не пытался сохранить, сохранить не получилось. Все замерзло. Пойду сейчас окуни искать на безмотылку. Может, мотыля буду подсаживать вот этого замороженного. Делать пока все равно нечего. На домашних жертвец опять сработка. Эх, ты. Чего же она так далеко вытащила? Их, корягу. Следить надо. Зацепила. даже как будто кто-то сопротивляется. Хоп. тепле клюет тепле клюет небольшая щучка. Остальные жерлицы пока молчат. Перетаскиваю жерлицы, готовлюсь. к чему нему выходу, но я надеюсь, что он будет. И вроде только сейчас жерлицы перетащил, но она вскрылась. Два варианта. Либо щуки на голову попал, либо живец проснулся. Но скорее всего вариант номер два. Никто ничего не крутит. нет, был удар. Удар был, и она его сбила. Время час дня. О, набегался. Я даже боюсь представить, как я выгляжу. Ну, вроде я до этого весь как сосулька был. Сейчас вроде оттаял. немножко переставил жерлицы. и жду вечера. Сейчас, наверное, пойду еще попробую окунька погонять. Потеплело. Градуцев 16, наверное. Щука с утра клевала. Сейчас нет, вот только моя палаточная жерлица периодически меня радует. Продолжаем. Даже не знаю, как описать свой восток. Работала одна жерлица, не знаю, хвостую, не хвостую, пофигу. Время три часа. Два часа я вообще ничего не видел. Пытаюсь ловить окуня. Пробежался с вибами, ну, то есть, вообще, полный голяк. И вот, наконец-то, горит флажок. Так и продолжает потихоньку мотать. Может, уже заглотила, и она с ним уплывает. Как не хочется опрофаниться таким минимальным количеством поклевок. Ну, что ты? Порадуешь меня, нет? нет, да, я думал, сошла. Наверное, просто она уже очень далеко уплыла. Забирает. Хотя, вот, не пойму, как определить ее на жерлицах. Тащ вроде вообще невесомая. Бодренькая, бодренькая. Так, меня слышно, шарф лицо закрыл. о, господи. Вот такая вот щучка. Как бы тебя освободить побыстрее. С собой инструмент не взял. хоп, как раз там и отверстие для нее соответствующее. Блин, маленькая, ну ладно. чё, плотничка в шоке. То есть, она уже заглотила сам крючок. Да, живая. Ну ладно, все равно свежую насадим. Есть. Наконец-то я нашел окуня. трехсотая лунка. Вот такой вот полосатик на мормушку с мотылем. Без мотылки его не интересует. Окуня здесь неплохие. Но это такой, можно сказать, малек. Мотыль хоть и замерзший у меня. О, кстати, сижу, болтаю. А та же жерлица сработала, на которой я получается и доставал. Наверное, даже она получается в прямом эфире сработала. Я этого не видел, но камера как раз смотрела туда. Так. Побегу, побегу смотреть. Всё. Ничего не происходит. Ладно. Не буду тянуть. Всё равно здесь нет никого. Сейчас просидел. Так. Ну, блин, непонятно. она сбила. Не она. Так-то она небольшая. Наук у неё весь день на мельке искал. А он на глубине оказался. Хотя прошлый раз стоял где-то на сантиметрах семидесяти. Сейчас на трёх метрах. мормышка туда более долго падает. Но деваться некуда. Надеюсь, ещё поклюёт. Так, кое-как второго уговорил. Не сказать, чтобы прям ажиотаж какой-то был. Примерно плюс-минус как первый такой ладошечный окунёк. неплохой всё равно. Не совсем мелочь. Только её пошевелил, почистил, пошёл опять окунь ловить. И она сработала. Блин, ну чё же я надо ходить их всех кинать, чтоб уже вес не засыпал. ой, а тут леска кончилась. Всю леску вымотала. Ой, да вы знаете, даже это как будто кто-то даже сопротивляется. Прямо бьётся. Так, здесь лунг 110-я, уже наверное и того меньше. надо бы её как-то сюда завести. Ох-ох-ох. Стандарт. Неплохая щучка. засеклась за верхнюю получается челюсть. За верхнюю челюсть засеклась. Вот такая вот. Небольшой тройничок. Живца уже нет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ха-ха. Ну блин, она меня укусила. Ах... 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 лица. И лица, и лица, и лица. От руки живого места не осталось. Зачем я туда полез? В кармане лежит инструмент. Нет, мне надо залезть туда рукой. Обязательно. Как без этого? Не знаю, как теперь с щуками буду бороться. С тряпкой перевязал. Зараза никак не останавливается. Капает и капает. Как-то вот так теперь все выглядит. Ну, а тем времени солнце уже садится. Я думаю, около часика еще на рыбалку. Стуки здесь какие-то калиброванные еды и по размеру плюс-минус одна к одной где-то локер за стояду нет. Ну, уговорил, уговорил, вымучивал. Оп! Уже чуть-чуть побольше. Ну, думаю, это достижение за 2 часа, в которые я прям упираюсь. Три окуня. Хе-хей! Вот такой вот пузатый. Что стоим? Кого ждем? А? Понял. леска кончилась опять. Я, вроде, пять раз сюда смотрел в эту сторону. Никак не было вскрытий. Быстро оно получается вымотало. сопротивляется как нормальное. А сейчас будет опять килошка. Смотрите, они снежком надо присыпать бы, но снежок не отдалбливается. смотри, выходи. Выходи. Неужели там полторашка? Нет, тонает просто бодрые, тяжести особой. нет. Не, ну так долго я, кстати, ни одну еще не вытаскивал. Сейчас я доиграюсь. Ты смотри, что затянулось. Что-то похоже на щуку. Что-то похожее на щуку. Хорошая рыбеха. Хорошая рыбеха. И взяла она тоже отлично. Оба! Ну, уже хоть видно разницу. Вот стандартные щечки, все, которые попадались и которые сейчас попалась. Я думаю, кило 700, кило 800. Неплохой экземпляр. Пришлось идти к машине. Надо перебинтовываться. Я уже все испачкал. Что только можно. Все залил. Вот я себе придумал развлечения. Одной рукой красиво не сделаешь. Хидовитая щука оказалась. Я в 10 слоев перевязал. Там уже просто смеси пальцами сбивается. протянул. Все льется. Вот такой у меня получился улов. Чуть-чуть утром, капельку днем и чуть-чуть вечером. Но вечером вот хорошая попалась щучка. А так стандартные шнурочки такие вдвух даже остались внутри крючки. Не смог вытащить в желудке. Надо быть дома разбираться. Собираю жерлисы. Уже можно сказать стемнело. Сработало жерлички, которые сегодня ни разу не выстреливало. И кстати крутит. Причем крутит хорошо так. Сразу сейчас буду проверять. боюсь. Пока затяну. Но успею собрать потом ищу фонарик сел уже. Да и как я через это отверстие буду ее доставать. Первый раз хочу, чтобы она была не очень большая. Но судя по тому как она забирает леску будет она более менее. Хотя довольно быстро сдалась растет. Ну да стандарт стандарт. Вот такая вот щучка еще порадовала в темноте. Буду наверное отрывать. перекус перекус как ты перекус вышь перекусил поводок все теперь точно пока стемнело я ее домой домой.